Здравствуйте! Это программа Диаблога Прекрасно с Кристиной Смольской. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь к дискуссии, присылайте ваши вопросы, комментарии на наш блог, а также присылайте ваши смс-сообщения. Тема нашей сегодняшней передачи – уличный театр в Беларуси. С 9 по 11 мая в Минске пройдет форум, грандиозный форум уличных театров. Приедет много актеров из различных стран, будет много шума, гамма, веселья. Поэтому в гостях у нас сегодня организатор первого и второго Минского форума уличных театров, менеджер современного центра искусств, магистр искусствоведения Владимир Галак. Володя, здравствуй! Добрый день! Уличный театр для Беларуси – явление относительно новое. Если для европейских стран он стал уже чем-то приемлемым, не новым, он стал частью городской жизни, стал частью фестивальной жизни, то для Беларуси он все-таки явление относительно новое, согласись. И наши интернет-пользователи, когда я закинула эту тему в интернет, именно тему уличных театров очень откликнулись, было очень много комментариев, писали о том, что очень интересная тема, хотелось бы узнать более подробно об особенностях и развитии в Беларуси. Я сама, Володя, столкнулась с уличным театром впервые в Могилеве на международном фестивале «Март Контакт». Это была славянская группа «Кудлюд», это были розовые человечки, это просто был взрыв мозга, потому что та энергетика, с которой работали актеры, то, что они делали, просто невероятно. Они приезжали в Минск с мастер-классом, вокруг себя буквально за считанные минуты они собрали толпу, они лазили по столбам, вот мы сейчас на экране можем видеть, что они делали в Минске. Они выходили на проезжую часть, останавливали машины, обнимались, целовались с прохожими, просто неимоверная энергетика была. Насколько я знаю, на сегодняшний день не существует какого-то единого определения уличного театра, и наши интернет-пользователи прислали вопросы. Первый вопрос, который возникает у человека, что это такое? Основная часть, конечно, понятна из названия, уличный театр это театр на улице, но в чем его особенность? В чем в отличие от театра в помещении? Если взять спектакль со сцены Купаловского театра, например, и перенести его на улицу, станет ли это уличным театром? Конечно, спектакль, принесенный из камерной обстановки в улицу, таковым не станет. Он не будет уличным спектаклем ввиду своей атмосферности. А в чем особенность именно уличного спектакля и уличного театра? Ух, можно говорить о многих особенностях, прежде всего с точки зрения актера. Актер, как уличный деятель, он должен владеть непосредственно обстановкой, которая происходит вокруг него. На улице именно, да? Конечно, повышенная концентрация внимания должна быть. Он должен органично вписываться в обстановку, в среду, в которой он происходит, в которой он действует. Он должен следить за всем, что происходит. И любая, скажем так, любая помеха непроизвольная, как-то проедет автобус, пробежит собака. Или на сцену, на импровизированную сцену выйдет нетрезвый какой-нибудь человек. Или ребенок. Или ребенок, да. Если это происходит в сценическом варианте, то это, понятно, что очень-очень мешает спектаклю. То для уличного актера это подарок, который он втягивает в свою канву, перерабатывает, импровизировать, работать вместе с ним, делая его частью спектакля. Таким образом создается очень тонкая нить вот этого уличного действия. Именно поэтому уличный театр отличается тем, что само представление происходит непосредственно в городской среде и включает эту городскую среду и все, что бы там ни происходило, в канву самого представления. А есть ли какие-то особенности режиссуры? Или это только все импровизация актеров? Они выходят и импровизируют? Или есть какая-то режиссерская работа, особенности? Ну, ты, Кристина, сейчас говоришь об интерактивном уличном театре. На самом деле есть очень много еще других видов уличного театра. К уличному театру относятся еще и уличную гимнастику, жонглирование цирковые жанры, фаер, ходульные всякие представления. Но если касаться непосредственно интерактивных представлений, которые тебя очень впечатлили в виде Курлюда, в принципе, и меня, которые в 2011 году... Не только меня, а всех жителей Минска, потому что та толпа, которая образовалась вокруг актеров, это просто поразительно. Да, то, что они делают, это было просто невероятно. Но с точки зрения интерактива, конечно, есть некоторая драматургия, завязка, развитие действия, намечаются точки, кульминация и развязка. Все остальное – это работа актерско-режиссерская работа самих артистов. То есть артист сам себе режиссер, сам себе актер, поэтому должен совмещать и то, и другое у себя в голове. Лути, ты организатор первого и второго Минского форума уличных театров. Я сейчас предлагаю немножко посмотреть фотографии первого уличного фестиваля, и, может быть, у тебя будут какие-то комментарии. Угу, давайте. Это перед нами одна из старейших студий, вот на первой фотографии, из Могилёва, театр-студия «Глухие шестое чувство». Это карнавальное шествие происходило на Карла Маркса. Так масштабно, конечно. Да, это «Наши друзья из Санкт-Петербурга», театр «Карнавальчик», работы Жанри Колонады, Пантомима. Это один из лучших коллективов, я считаю, Брестский театр «Крылых холопа», продолжение тоже. На ходулях, да? Да, по Данилу Хармсу. У них вообще соединена такая методика синтетическая. Там и карнавальная реминиценция, и комедия Дель Арте, и обычный театр. Это актер или зритель? Это зритель. Это был кукольный театр у нас по французскому театру «Гене Оля». Это Минский экспериментальный театр «Ай». Тоже работают с массивными конструкциями, с ходулями. Ой, сколько чемоданов. Да, 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 да. Отлично. Что будет в этом году? Что ожидается на втором Минском форуме? Что будет интересного? Будет всё интересно. Во-первых, мы решили разделить программу на две части. Первая часть – это образовательная, вторая – это непосредственно практическая. Это мастер-классы, да, и спектакли, получается? Не только, будут ещё различные тематические лекции. Лекции от наших белорусских деятелей, не только театра, но и, скажем так, архитекторов, художников, которые непосредственно взаимодействуют с городской средой, и тематика лекции будет связана с преобразованием взаимодействия с городской средой, со стилем «Сай-специфик». Буквально вчера мне дало ответ французское посольство, подтвердило… Ура! Да, подтвердило оказание помощи в приезде французского критика уличных искусств Лорианы Габер, которая тоже очень заинтересована в том, чтобы приехать сюда, посмотреть, как у нас развивается уличное движение. В принципе, она в прошлом году была в России, сейчас она горит, очень горит, желает, рвётся, отменила всё, чтобы к нам приехать, посмотреть, как у нас в Беларуси дела обстоят, естественно, будет какой-то фидбэк от неё, будут публикации. В принципе, уже 1 апреля вышел французский журнал «Страда», это журнал Французской национальной ассоциации уличных искусств, где находится статья о нашем первом Минском форуме уличных театров, считается, большим достижением. То есть у нас будет теоретическая часть, которая начнётся 5 мая. 5 мая, то есть до фестиваля ещё, да? Да, по вечерам. То есть немножко начнутся лекции идти, чтобы зритель успел походить на всё, что хочет. И непосредственно 9-11-го будет часть практическая. В первой половине дня будут идти мастер-классы, а с часу дня уже до вечера будут идти непосредственно выступления артистов. А скажи, где можно узнать расписание мастер-классов и самих спектаклей? Где зрители могут это узнать? Это можно найти в интернете на сайте stdfizfest.org. В принципе, по любому запросу, Минский форум уличных театров, он выдаст наш сайт, наши ссылки в социальных сетях. Программа там будет уже появляться со следующей недели. Но я ещё не сказал, кто к нам приедет. Я думаю, вам тоже это интересно. Да, да, да. Расскажи, кто приедет. Про программу фестиваля. Программа. У нас очень насыщенно. Ожидается около 30 театров. 30 театров за 3 дня? За 2 дня. За 2 дня? Театры, соло-перформеры, артисты. Это нереально. Реально. Это всё реально. То есть с утра до вечера будут представления на улицах Минска? Где-то параллельно будут идти, где-то будут идти один за одним. Невероятно. Это нормальная европейская практика, в этом ничего страшного нет. У зрителя будет очень большой выбор, скажем так. Приедут артисты из России, из Санкт-Петербурга, из Тулы. Приедет театр-организатор Тульского фестиваля, уличный театр, за что им очень спасибо заинтересовались с нами. В прошлом году были у них в гостях. Приедут из Украины, из Киева театр исторического танца «Алентрада», тоже интересные девчата. Они с нашей Беларусью очень плотно сотрудничают, постоянно участвуют на различных культурных событиях, исторических реконструкциях. Вот сейчас они сделали такой полноценный уличный спектакль, то есть нас ждёт премьера. Из Славяния приедет Кудлюд, но уже не с розовыми человечками. О, прекрасно. Кудлюд мои любимцы. Да, я думаю, они уже все очень любимцы. Они приедут с новой постановкой, которая называется «Street Walker Gallery». Это постановка, которая позволяет по-новому взглянуть на город, на обстановку. Они создают из городской среды музей. Музей в городе. То есть обычную любую трещину, любую в городе, в стене, любое, допустим, пятнышко, они могут сделать, изменить представление зрителей, сделать из него объектом искусства. Невероятно. И придумать легенду. Причём это делается на ходу. Конечно, будет некоторая недельная подготовка, но этот спектакль тоже очень широко и очень горячо воспринят в Европе. Очень хорошо им отзываются. То есть он уже поставлен, да? Он уже поставлен, он уже год катался. Будет перенесён на нашу среду, да? Да, это тоже, это считают очень здорово, что они согласились приехать и фактически к нам, ну, грубо говоря, особых финансовых требований не предъявили, за что им тоже особое спасибо. То есть подружбы приехали. Тоже интересно посмотреть, как этот спектакль будет работать на постсоветском пространстве, потому что не секрет, что наш зритель славянский и европейский менталитета немножко отличает. Вот, и для них тоже это будет тест-испытание. Приедет польский театр, театр Николи, с полнадой постановкой Маручелла. И около 15-20 наших белорусских коллективов. Вот я как раз про нашу белорусскую программу хотела спросить, как она представлена на фестивале. Да, в основном это, конечно, минские, но будут ребята ещё из Витебска, из... откуда? Из Могилёва приедет. Причём много у нас театров в Беларуси, именно уличного театра? Насколько вообще это развито у нас в Беларуси, наш белорусский уличный театр? Скажем так, в чистом виде уличных театров у нас практически нет. В чистом виде, насколько мне известно, существует только один коллектив, которым этим занимается. Назовите героев. Средневековый театр, Плутовской театр Дегриза. Они работают в жанре средневекового уличного театра, вот эта реконструкция, соотнесённая с карнавальними вот этими всякими штуками. Остальные все театры имеют в своём репертуаре уличное представление, но это не их основной стиль. Потому что, ну понятно, тяжеловато в Беларуси выступать на стране, тяжеловато, потому что условий нет, это новаторское пока что. Для нашей страны это, безусловно, новаторское, поэтому наши интернет-пользователи прислали очень много сообщений. Давайте. Важный вопрос, чтобы понять, нужен ли такой театр у нас, то есть вопрос стоит вообще, нужен ли он. Какие функции, кроме развлекательной, выполняет уличный театр? Знаешь, на мой взгляд, вообще уличный театр выполняет также и психологическую, и терапевтическую, просто огромную функцию. Пишут наши интернет-пользователи о том, что уличные театры в современной культурной среде могут стать связующим звеном между молодёжью разных стран и разных знаковых определений. Конечно же, другим людям тоже будет не безинтересно. Одним словом, всё хорошо и полезно, что помогает людям, естественно, функционировать в социуме, да? Та социальная и терапевтическая функция, о которой я говорила. Но это действительно так вообще? На твой взгляд, какую функцию играет уличный театр? Кроме развлекательной. Конечно, и развлекательной, но в то же время и уличный театр позволяет человеку немножко выйти за пределы себя, выйти за пределы своих рамок. Взаимодействовать с актёрами, да? Да. Например, берём тех же розовых человечков. Что они делают? Они бегают по улицам, они обнимают людей, заставляют их немножко покричать. То есть выйти за пределы своего такого небольшого кокона, в котором мы существуем, идя по улице. У нас есть какое-то представление психологически о локации, где всё происходит, об улице, о площади. То есть там можно ходить, там можно разговаривать с людьми. Как комфортная зона. Да, и они тебя из этой комфортной зоны достают. Немножко выйти, преодолеть себя. И в итоге человек получает адреналин, получает всплеск эмоций, тех эмоций, которых сложно добиться каким-то иным другим путём. Во-вторых, нам можно говорить о художественной функции уличного театра. Уличные представления по-новому смотрят на концепт пространства и средств выразительности. То есть идёт переосмысление и поиск новых средств выразительности, что очень полезно, в принципе, для театрального искусства в целом, я считаю. Так как сейчас в последнее время я наблюдаю очень много дискуссий, посвящённых этому вопросу, вопросу поиска экспериментального пути белорусского театра. Ну это наш извечный вопрос, это наш извечный. Да, да, один из ответов я вижу непосредственно в этом. Вот, пожалуйста. Причём это далеко не новый вид искусства. Он существовал буквально с зарождением театра. Да, он, по-моему, действительно существовал с зарождением театра. Но ты знаешь что, я хочу сейчас процитировать Яшу Йонуля, это директор славянского театра Кудлют, ты его прекрасно знаешь. Он, конечно, приехал к нам не так давно, приезжал не так давно к нам с мастер-классом в Минск. И он очень интересно говорит о нас, о белорусах и о белорусских зрителях. В Беларусь мы приезжаем уже три года. Во время наших выступлений я заметила, что для белорусской публики уличный театр это что-то новое, неизвестное. Но именно этот факт и представляет для нас интерес. Выступая, например, в Германии или во Франции, перед подготовленной публикой, мы примерно представляем себе её реакцию. Люди охотно идут на контакт, повторяют. Если попытаться сравнить белорусского зрителя и европейского, то, по моему мнению, по мнению Яши Йонуля, да, белорусы отличаются тем, что везде ищут подтекст, пытаются найти в представлении более глубокий смысл. Володя, ты сам актёр интерактивного театра «Мустаж». Скажи, как белорусские зрители реагируют на актёров, которые бегают по улицам, пытаются их обнять, вовлечь в какое-то действие? Какова реакция белорусского зрителя? Реакция очень однозначная. Как правильно сказал Яша, черта славянского характера заключается в том, что мы всегда ищем глубокие смыслы, мы закрыты. Мы привыкли, что театр — это большое искусство, которое более созерцательное, нежели это искусство, которое идёт непосредственно к тебе на контакт, причём в прямом смысле. Но почему только славянское? Ведь в той же Польше, да? Уличный театр очень распространён, и поляки для поляков — это что-то обыденное. Хорошо, восточное славянское. Хорошо. Мне интересно про белорусского зрителя. Как он реагирует? Очень однозначно бывает. Люди крутят откровенно пальцем у виска, обзываются в машине. То есть не хотят идти на контакт. Ну, бывают очень открытые, интересные люди, которые с удовольствием включаются в постановку и ходят с нами, и позируют, то есть включаются в игру. То есть самое главное — это расшевелить человека. Вот это задача артиста. Неважно, какой он менталитет, какой он страны, национальность и цвета кожи. Задача артиста и интерактивного театра — прежде всего установить контакт со своей потенциальной жертвой и расшевелить его духовно. Какие способы ты используешь? Вы используете для этого актеры? Это, ну, прежде всего, артист сам должен быть настроен позитивно. Позитив должен идти изнутри. Доброжелательность. Эта доброжелательность, прежде всего, должна выражаться во взгляде. То есть взглядом, глаза в глаза устанавливается контакт, улыбка — это, понятно, ряд формальных признаков. И потом немножко это в жестах выражается, потихоньку, не постепенно, постепенно к человеку приближаешься, приближаешься. И когда видишь, что он твой, он размяк, уже можно с ним делать все. Готов идти на контакт. Да, но ни в коем случае нельзя бросаться с распростертой надъятина человека. Это понятно, что большая фигура несущаяся. Особенно на нашего белорусского точно нельзя. Конечно, это очень тяжело и очень трудно будет, только испугает. То есть тут нужно постепенно такое взаимодействие, начиная с удаленного контакта, который постепеньку, буквально в несколько таких шагов перерастет контакт непосредственно физический. Владимир, что актер уличного театра должен уметь, в отличие от драматического? С драматическим вроде бы все понятно. Он выходит на сцену, перед ним сидит зритель, нет никакого между ними диалога, контакта. Все-таки уличный театр – это театр диалога, открытого контакта. Что должен уметь актер, в отличие от драматического? По этому поводу очень хорошо высказалась режиссер уличного театра из Санкт-Петербурга «Странствующий куклы», господин Луквежо, Анна Шишкина, буквально перед этой передачей перечитала интервью. Она высказала, точнее, произнесла большую-большую речь, посвященную именно этому вопросу. Там большая тирада. Это штука в том, что артист, прежде всего, должен быть физически выносливым, очень физически выносливым. У него должна быть повышенная концентрация внимания, и периферийное зрение должно быть очень сильно развито, потому что он должен смотреть на человека, но параллельно видеть, что происходит по сторонам от него, и суметь включить это в свой, скажем так, в свой действий. В свой арсенал какой-то, да? Должны быть широко развиты навыки импровизации, потому что уличный театр в большинстве СТМ — это импровизация, это взаимодействие с приветницей средой, с обстоятельствами, включение их в конву сюжета и в характер того персонажа, который создается. Ну, понятно, еще нужно уметь взаимодействовать со средой правильным образом, так, чтобы это не противоречило общей задумке, и быть самому себе режиссером, иметь как актерский склад ума, так и режиссер. Так и режиссерский, да? Да, то есть лево-право получать должно работать как актер, режиссер тоже очень сложно, на самом деле. Наши интернет-пользователи интересуются, где в Беларуси можно научиться актерскому мастерству уличного театра. Да, вопрос очень хороший и интересный. На самом деле, как таковы школ в Беларуси мне неизвестно. Мне известно, что существуют отдельные мастер-классы, курсы, скажем так, по фаер-дисциплинам, по ходулям. Именно в Минске, да? Да, в Минске, в Беларуси, вот отдельные театры коллективы проводят такие мастер-классы, либо... Это наши, да? Или кто-то приезжает? Наши, 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 платные такие, бывают даже бесплатные занятия. По ходульным таким дисциплинам, по... Как правильно ходить на ходулях. Да, да, да. Я знаю, что при театре Инжест, который тоже один из самых наших давних и мастодонтов, скажем так, уличного движения, который когда-то в 80-х годах начинал все это дело, тоже существует своя школа, где люди учат АЗАМ, в том числе и основам уличного искусства. То есть там есть студия при театре, да? Да, там есть студия, да, и там есть студия, в которой учатся не только, собственно, пластическому театру, но и ходить на ходулях, работать с огнем. Вот, есть своя студия при Плутовском театре Дегриза, которую я уже упоминал, там тоже учатся работать именно в той стилистике, в которой работает театр. Ну и понятно, что тут еще необходимо учесть... А вообще надо учиться этому или можно самому овладеть? Можно овладеть АЗАМ. Конечно, в интернете, на сайте тех же славянцев, Кудлюда, есть ряд мастер-классов, по которым, собственно, мы с Ташей учились тоже при их поддержке. В интернете есть куча мастер-классов, можно овладеть техникой, но когда дело дойдет непосредственно до подготовки какого-то уже целостного зрелища, вот тут нужна консультация. То есть целостного спектакля, да? Да, тут тоже нужна консультация специалиста, тут будет сложно. Ты знаешь, вот сейчас в адрес современного белорусского театра нашего, драматического, классического, слышится много критики о том, что он стал серым, скучным, никому не интересным. Вот как ты думаешь, драматический театр может чему-то поучиться у уличного театра? Скажем так, навыки комедии дали арты, навыки импровизационного театра не помешают ни одному актеру. В принципе, сейчас это и происходит. Вот недавно проходили мастер-классы для студентов Академии искусств по импровизационному театру от Яши. Вот неделю назад приехал итальянский специалист по комедии дали арты Маттео Спиацци. Тоже провел мастер-класс. Мастер-классы провел и для артистов театра имени Горького, и для студентов Академии искусств. И про театр имени Горького я могу сказать, что там будет спектакль именно комедии дали арты от этого режиссера. Да, да. То есть именно эти навыки, эти навыки, они, скажем так, являются дополнительными к основным умениям артистов драматического театра. Но, к сожалению, может и к счастью, не основными. Потому что техники разные, но кругозор, я считаю, должен развиваться. Володя, какие трудности сейчас ты испытываешь при организации фестиваля? Насколько я знаю, нам нужно для того, чтобы провести уличный фестиваль в Минске, нужно получать неимоверное количество разрешений. Как проходит работа? Конечно. В работе по организации фестиваля уличных театров очень большая ответственность ложится на взаимодействие организаторов, инициативной группы и непосредственно городских властей. Если обычный фестиваль еще можно сделать театральный в рамках какого-то театра, без особого такого вовлечения на улицу, то тут все, что связано с использованием городского пространства, ложится на плечи в том числе и городских властей. Именно здесь очень сложно выйти на диалог, на взаимопонимание. Дело в том, что уличное искусство у нас, да не только у нас, как отмечала еще Флориана Габер в одной из своих статей, как и во Франции, уличное искусство воспринимается не как полноценный вид из театрального искусства, как некоторый вид культурной анимации. Поэтому и отношения временами бывают точно такой же. Ну, ходят там артисты, что-то бегают, размалеванные по улице, обнимаются, целуются. Главное, чтобы ничего не разрушили, чтобы ничего плохого не случилось. Но это тут немножко другая процедура подготовки. Тут свои особенности в подготовке нормативно-правовой базы, взаимодействия со службами, в том числе и с госавтоинспекцией, МЧС, уборка. То есть, если я захочу провести фестиваль уличного театра, я должна буду обратиться и в госинспекцию, и в городские власти? Сначала нужно инициативное письмо подготовить от какой-то организации, кто будет отвечать за все это безобразие. Что творится на улице. Да, лицо, конкретное лицо, которое будет отвечать. И с этим обращаться в городское управление культуры. А кто на вашем фестивале за это отвечает? Азьесими. Ты и ты отвечаешь. Да, все это безобразие. Все легло на твои плечи. Да, на мои плечи. То есть, если что, то моя голова полетит в плечи. Но, надеюсь, это... Я тоже надеюсь, что этого не будет, и всем зрителям просто очень понравится. Это все согласовывается на городском административном уровне, на уровне мэрии выделяются средства, если таковые, конечно, имеются. Еще проблема в том, что фестиваль уличного искусства, он не самоокупаемый, в отличие от других фестивалей. Он бесплатный. На него не продаются билеты. Бесплатный, абсолютно. Нет никаких билетов. То есть, если встает вопрос самоокупаемости, это может быть косвенно окупаемость в виде продажи каких-то товаров, точек питания и прочего-прочего. Но никаких билетов, ничего такого нет. Только спонсоры могут помочь. Только спонсоры или муниципалитет. Ну, в Европе принято, чтобы это оплачивал муниципалитет, либо какие-то культурные фонды. Но в Европе, насколько я знаю, это даже престижно оплатить какой-то фестиваль. Выделяются огромные деньги. До 150 тысяч евро на фестивале выделяются на проведение, обеспечение. То здесь мы стараемся как-то привлекать спонсоров, где-то выкручиваться своими средствами. Ну, понятно, город представляет нам технические возможности, согласовывает проведение с госавтоинспекцией, с МЧС, представляет уборку. Но расходы по проживанию, по питанию, по оплате каких-то гонораров, если возникает, ну, пока что еще не возникало, но вопрос тоже очень острый. Понятно, что все артисты хотят кушать, все хотят хотя бы немножко, но какую-то копеечку с этого из них. Безусловно, я думаю, наши актеры тоже хотят кушать. Скажи, а наши актеры, белорусские, актеры уличного театра, выезжают за рубеж, показывают свои представления? Потому что к нам приезжает огромное количество уличных театров, славянцы, поляки, а наши ездят? Так дело в том, что наши актеры в большинстве стоят как раз за рубеж, что и ездят, потому что здесь у нас в Беларуси довольно проблематично с показом, то есть нету таких особых платформ. То есть показать можно только на фестивале, да? Белорусский театр может показаться только на фестивале? Не только фестиваль, существуют различные городские праздники, муниципальные, так как про день города, допустим, какой-то, и собирается большая какая-нибудь анимационная команда, которая ищет различные коллективы, которые сделают город праздник поярче, естественно, тут как тут уличные театры. Ну а куда наши ездят? Ой, куда наши только не ездят. Насколько я знаю, ты со своим театром Мусташ тоже периодически выезжаете? Да, ну мы поездили, вот в Словении мы были, мы были в Германии, в Польше, в России. Как принимали белорусских артистов? Очень тепло принимали, хорошо, очень тепло. Шли на контакт? Да, на контакт шли, то есть люди были контактные. Вот та же Дегриза, они обкатали Европу с севера до юга, с запада до востока, еще даже, насколько я знаю, и запретила Европу, выезжали. ИНЖЕСТ очень активно гастролирует их приглашать, то есть они уже не сами ищут, их приглашают. ИНЖЕСТ, да, это самый популярный муз театр. Да, 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 вот шестое чувство из Могилева, их тоже, их уже приглашают, они наработали себе какую-то программу, базис, у них есть авторитет, есть своя программа совершенно оригинальная, их уже приглашают, они сами ищут. Но мы пока Мусташ, к сожалению, ну не к сожалению, может хорошо, пока что, сами навязываем себя, да. То есть нарабатываем тоже какие-то контакты, ищем какие-то менеджерские способы и поиски фестивалей. Но ты согласен с Яшей Енулем, с директором Славянского театра о том, что белорусские зрители, европейские зрители, ну, зрители других стран, скажем так, отличаются? Ты согласен с ним? Да, я согласен, я согласен. Наш человек привык к рефлексии. При слове театра сразу... По гружению в себя. Да, ну, в любом случае, задай любому человеку слово театр, что он думает при этом, понятно, возникает сцена, вопросы... Застоевский. Верю-не верю, быть или не быть, ах, и все вот это вот, то есть глубокие подтексты. Уличный театр, он легче, он гротескней, то есть в нем нет этого глубокого переживания. Вот поэтому, мне кажется, он очень нужен нашему белорусскому зрителю. Помогать расслабиться, просто расслабиться, найти себя. Вот он не даром же, уличный театр вышел из средневекового праздника дураков, где люди расслаблялись, из этого карнавала, где можно было позволить быть собой, подурачиться, выйти за рамки средневековых догм. Володя, спасибо, что пришел. Желаю отлично провести уличный фестиваль. Я думаю, что зрителей будет огромное количество, их ожидает классное шоу. Ну, здоровья тебе, удачи на этом нелегком пути. Спасибо, Кристина. Дорогие друзья, сегодня мы говорили об уличном театре. В гостях у нас был организатор первого и второго Минского форума уличных театров, магистр искусствоведения Владимир Галак. Это была программа «Диаблока. Прекрасно». Дорогие друзья, пожалуйста, присоединяйтесь к дискуссии, оставляйте ваши вопросы, комментарии и также ваши заявки на темы и гостей передачи. Сегодня, как никогда, у каждого есть возможность формировать медиапространство, которое нас окружает. С вами была Кристина Смольская. Кристина Смольская. Кристина Смольская.